Девушки отдыхают Детских книг и бывшей актрисой После колледжа она занялась живописью и литературным творчеством А еще ранее она писала для себя стихотворения и песни Ее первая книга – это графическая история, на создание которой она потратила около пяти лет Наибольшую популярность Джодио приобрела после создания цикла книг «Приключениях Молли Мум» Первая книга «Молли Мум» переведена на 22 языка, издана в 35 странах мира Городская ратуша располагалась в каменном здании викторианского стиля Позеленевшая от времени крыша была окрашена резными башенками Ступеньки крыльца расходились в обе стороны, буковисячие усы, лука парея и сказки про Чаполина Сегодня лестница была усеяна детьми, одетыми в яркие праздничные костюмы Сверкали блестками нарядные платья, на головах мальчиков красовались высокие цилиндры Одни были одеты в сценические наряды, игропения или танцев Другие завернулись в широкие плащи фокусников Третьи приготовились исполнять сценку из пьесы Четвертые щеголяли широкими клоунскими штанами или кошачьими хвостами Каждый приготовился продемонстрировать на конкурсе свой талант И при каждом ребенке были родители Молли с трудом протолкалась через возбужденную толпу Родители поправляли своим детям прически Подкладывали банки и шлейфы на платьях Давали последнее наставление Заткни их всех за пояс Джина Покажи, на что ты способен Салли, не забывай улыбаться, когда поешь Помни, Анжелика, самое главное – твои глаза Вот уж верно, подумала Молли, пробираясь вверх по лестнице Никто не обратил внимания на неуклюжую девчонку С трудом проталкивающуюся через возбужденную толпу Крепко прижимая к груди рюкзак Куда была надежно прятана книга по гипнозу Молли, наконец, протолкалась к столу, стоявшему в вестибюле Имя, осведомилась дама в очках с сверкающей оправой Молли Мун Адрес – Хартвикский природ для сирот Дама протянула Молли карточку с ее именем Перед началом представления обязательно поднимись за кулисы И тебе скажут, когда ты будешь выступать Желаю удачи, – ласково улыбнулась дама Спасибо, она мне понадобится По выложенному паркетам коридору Молли прошла в парадный зал Там длинными рядами были выставлены металлические кресла С красными брезентами на сиденья, которые были уже заняты Посреди зала Молли заметила небольшое возвышение с шестью креслами Наверное, это были места для жюри В коридоре тем временем звенели голоса, распевающие музыкальные гаммы Участники конкурса разогревались перед выступлением Молли прошла мимо Гизеллы и Синтии, которые дружно скорчили ей рожи И свернула в комнату за кулисами Она словно попала в клетку, полную ярких птиц Причем все они пищали и кудахтали Мама и папа хлопотали над своими детьми Дети хлопотали над костюмами Воздух звенел от радостного возбуждения При виде всех этих счастливых семей Молли Мун вздохнула от зависти Она тихонько отошла в сторонку и села в уголке возле телевизора Молли казалось, что по справедливости именно она должна победить на конкурсе Все эти дети не знали в жизни и малой доли тех тягот, с какими пришлось сталкиваться ей Но уверенность Молли в себе постепенно падала Она уставилась в телевизор, надеясь, что он успокоит ее А ладони ее между тем потели все сильнее и сильнее В рекламной паузе показывали ролик Кюта Тот же самый человек, который красовался на громадном плакате у въезда Браерсвильс Теперь на экране опрокидывал себе в рот банку сладкого напитка Молли почувствовала себя уютно, как дома И сосредоточилась на знакомом тексте «О, как ты крут! Дай отпить твой Кют!» Повторяла она за женщиной в искрящемся купальнике Потом отозвалась на мысли счастливого обладателя Кюта С банкой Кюта в руке мир кажется лучше Теперь, как знала Молли, глубокий голос где-то за кадром должен был произносить «Кют» утолит не только жажду Молли смотрела знакомые сцены и вдруг страшно заскучала пороки Они часто веселились, разыгрывая рекламные ролики Кюта Как ей хотелось, чтобы они оба вдруг оказались на этом райском пляже Но в этот миг в костюмерную зашла миссис Жабс Громко чиханье учительницы мигом вернула Молли с небес на землю «Апчхи!» Ох, горестно вздохнула она, вытирая нос платком «Не ожидала увидеть тебя здесь, вот уж не подозревала, что у тебя есть какие-то особые таланты» «Скоро вы еще больше удивитесь», — холодно пообещала Молли «Знаешь, а ведь я заселяю в жюри», — сообщила миссис Жабс, и опять чихнула «Знаю, и мне не терпится выступить перед вами», — бодро заявила Молли И миссис Жабс заковыляла прочь Еще минут через пять в костюмерную вошел мужчина в сверкающем красном жилете И начал раздавать карточки с номерами «Можно мне выступить самый последний, вежливо?» — просила Молли «Конечно», — распорядитель выдал Молли табличку с номером 32 и забрал карточку с ее именем Когда конкурс начался, Молли вышла из костюмерной Она встала за кулисами с краю, там, где на высокой табуретке сидела женщина, поднимавшая и опускавшая занавес Оттуда ей была видна вся сцена После каждого выступления женщина тянула за веревку, и тяжелый бархатный занавес опускался, взметая вихрь, пахнувшего пылью воздуха Тогда конферансье, тот самый человек в красном жилете, выходил, вставал перед закрытым занавесом и объявлял следующий номер Молли внимательно смотрела за выступлениями конкурсантов — танцовщицы, чечеточники, жонглеры, мимы, балерины, мальчик с барабанами, исполнивший пятиминутный сон на ударных инструментах, и девочка, изображавшая телезвезд Кое-кто из детей выносил с собой ноты и отдавал их пианисту, выседавшему за белым роялем на краю сцены Перед Молли прошли чревообещатели, певцы, музыканты, клоуны Многие дрожали, не в силах преодолеть робость Закончив выступление, каждый маленький актер спускался со сцены в зрительный зал, и каждый раз у Молли сосала подложечка от страха Она выглянула сквозь щелочку в занавесе, чтобы посмотреть на публику В первом ряду сидела, радостно распахнув глаза, миссис Тринкелбери Но Молли видела только первые несколько рядов, куда падал свет от рампа Весь остальной зрительный зал был погружен в темноту, она запаниковала Кстати, а вот какие отзывы оставляют читатели? Прочитала данную книгу, сама осталась довольна ею Когда хочется отдохнуть от повседневной жизни, скинуть тяготы рабочего дня Нет ничего лучше, устроиться на диване с книгой, пускай даже детской Погружаешься в другое измерение и смотришь на мир глазами ребенка Добрая книга, советую прочитать до конца, даже если местами будет хотеться захлопнуть книгу Классные книги читал в детстве, не отрываясь До сих пор интересная и актуальная тема магии и волшебства в литературе Рекомендую к прочтению всю серию книг Она запаниковала Если ей не видны глаза зрителей, как удостовериться, что они все смотрят на нее? Вдруг какая-нибудь мамаша в последнем ряду полезет в сумочку за носовым платком Или кто-нибудь в жюри наклонится завязать шнурок Тогда они не будут смотреть Моле в глаза А если хоть один человек останется незагипнотизированным, тайна Моле будет раскрыта Моле не знала, как дипломатизировать толпу при помощи голоса Глава об этом была вырвана из книги Она была на грани провала Номер 27 Гизела Хекерсли На сцену выскочила Гизела Моле готовилась насладиться восхитительным номером Накануне вечером она успела поработать со своей обидчицей Но сейчас предвкушение победы на сопернице отступило на второй план Девочку занимало только одно Как увидеть всю публику? Гизела начала танцевать Танцевать? Вернее, будет сказать, она неуклюже ковыляла по сцене Скакала и топала ногами, будто заколачивала гвозди При этом она пела, или точнее выкрикивала свою кошачью песню Но слова в ней несколько изменились При этом она пела, или точнее выкрикивала свою кошачью песню Но слова в ней несколько изменились Простите меня за плохую фигуру Простите за то, что я бью малышей А все потому, что я полная дура «Игнать меня надо отсюда, вза шеи». Она опустилась со сцены, лучезарно улыбаясь, словно ее выступление было достойно Оскара. В зале наступило потрясенное молчание. Лишь через минуту кое-где послышали жиденькие хлопки. «О, Боже мой!» – простонала женщина на табуретке. «С таким выступлением она вряд ли сможет рассчитывать на победу». Номер 28 объявил Конферансье, и умолив в животе, начались колики. Уверенность вытекала из нее, как вода из разбитой чашки. Ее пугала темнота в зрительном зале. Молли села и постаралась успокоиться, вызвать знакомое напряжение в глазах, но сомнения все так же терзали ее, мешая сосредоточиться. Провал был неминуем. И тут в отчаявшемся разуме Молли волшебным озарением возник спасительный план. Номер 30 провозгласил Конферансье. Молли, не отрывая глаз, смотрела в пол. И 30-м номером выступал мальчик, подражавший голосам птиц. Публика восторженно заахла. В 31-й на сцену вышла девочка, одетая греческой богиней. Пока она пела, Молли изо всех сил пыталась взять себя в руки. Сейчас или никогда. Она направила в глаза побольше энергии и труднула Конферансье за плечом. Когда тот обернулся, она впилась взглядом в его глаза. Покончив с Конферансье, Молли повернулась к женщине, раздвигавшись занавес. Их глаза встретились. Номер 31-й закончил свое выступление. Когда стихли аплодисменты, на сцену выскочил веселый Конферансье. А теперь последняя по очереди, но никак не по своим талантам, объявил он, выступает номер 32-й. Молли Мун. Молли вышла на сцену. Руки у нее вспотели так, что с ладони чуть ли не текло. Занавес поднялся. Ей в лицо ударил горячий луч прожектора. Молли подошла к микрофону. У нее внутри все переворачивалось от страха. Вдруг ей почудилось, что она все забыла, и теперь не сможет закипнотизировать даже мышонка, не говоря уж о зрительном зале, полном жителей Браерсвилля. Она заглянула в зал, показавшись ей черной пещерой, и почувствовала, что все зрители до единого смотрят на нее. Воздух загустел от напряжения. Воздух загустел от напряжения. Тишину нарушал лишь чей-то сдавленный кашель, дочихание миссис Жабс. «Добрый день, леди джентльмены!» Взволнованно начала Молли. «Меня зовут Молли Мун, и сегодня я продемонстрирую вам свой талант. Я умею читать мысли». По рядам пролетел заинтересованный шепоток. «Для того, чтобы читать мысли, мне нужно вас видеть. Поэтому, леди джентльмены, а также мальчики и девочки, я хочу, чтобы в зале включили свет». Прикрыв глаза от света прожекторов, Молли посмотрела вверх. «Уважаемый осветитель, пожалуйста, выключите прожектор и включите свет в зале». В два щелчка осветитель погасил прожектор и включил длинные ряды ламп над зрительскими креслами. Зал оказался полон публики. В первом ряду Молли заметила Гизеллу. «Та стервенела колотила себя по башке кошачьим хвостом». «Еще раз добрый день, дорогие зрители», – начала Молли, понемногу успокаиваясь. «Теперь, леди джентльмены, я готова показать вам мои способности. Только сначала мне нужно сосредоточиться и немного подумать. Вскоре я начну получать от вас телепатические сообщения и расскажу, о чем вы думаете». Молли уставилась в пол. На взгляд публики эта девочка была неплохой актрисой. Вот она стоит, сосредоточившись очень театрально. Разумеется, вся эта затея с чтением мыслей – чистой воды розыгрыш. Но играет девочка очень хорошо. Интересно посмотреть, как она будет читать мысли. Наверное, в зрительном зале сидят несколько подсадных уток, которые будут подыгрывать ей, притворяясь, будто они видят ее в первый раз. Молли-мума «Волшебная книга гипноза» повествует о маленькой девочке, которая обладает способностью гипнотизера. Основную идею книги Джоджи подсказал случай, произошедший с ее собакой Падди. Джоджи пила чай и заметила, как собака пристально смотрит на пирожное, которое находится у нее в руках. И она решила его подразнить. В этот момент она и поняла, что может загипнотизировать животного. А что, если ребенок может загипнотизировать взрослого человека? Так и родилась идея маленькой девочки, которая благодаря своим способностям хочет выбраться из приюта для сирот, попасть в Нью-Йорк, чтобы разыскать своего друга и стать звездой мюзикла. А вот удалось ли это ей, можно узнать, только прочитав книгу, которая находится в центре чтения Дворца книги. А вы читали приключения о Молли-муму? Делитесь в комментариях. Молли-муму